В эфире канал ОТС Деловые Новости. В студии Ксения Петренко. Здравствуйте. Выпуск традиционно открывает цифра дня. 50 миллиардов рублей выделит на специализированную медицинскую помощь российское правительство. Из этой суммы половина предназначена на специализированную и высокотехнологичную медпомощь и еще столько же на помощь тем, кто заразился коронавирусом. Проект соответствующего закона профильные ведомства должны предоставить до 28 мая. Сколько жилья построили с помощью механизма эскроу-счетов? На что тратят деньги новосибирцы? И как хотят облегчить налоговое бремя для самозанятых? Смотрите далее. Почти 9 миллионов квадратных метров жилья построили в России с использованием эскроу-счетов. А это 180 тысяч квартир. И значит столько же семей, которые избежали потенциальной участи стать обманутыми дольщиками. Лидером по показателю строительства оказалась Московская область. Больше 15 тысяч квадратов. На втором месте Татарстан 8600 квадратных метров. Следом расположился Краснодарский край на 300 квадратов меньше, чем в Татарстане. Затем Челябинская и Воронежская области. По мнению гендиректора Дом РФ Виталия Мутко, новые правила строительства и привлечения средств граждан повысили финансовую устойчивость застройщиков. Кроме того, девелоперы больше не зависят от колебаний продаж на рынке. Новосибирцы стали больше тратить на покупку товаров. Это следует из данных Новосибирскстата. В первом квартале этого года на эти цели новосибирцы отдали 69,5% своих денежных доходов. В то время как ровно год назад эта статья расходов была на уровне 68,2%. А вот на услуги стали тратить на 0,6% меньше. Коммунальные платежи в структуре расходов прибавили по сравнению с первым кварталом прошлого года больше процента. Больше 45 тысяч самозанятых из Новосибирской области могут коснуться нововведения, над которыми задумались российские парламентарии. В Госдуме предложили повысить лимит дохода для тех, кто платит налог на профессиональную деятельность. Автор идеи напоминает, в прошлом году в стране установили специальный налоговый режим для самозанятых. Он предполагал фиксированную ставку налога. Учитывая, что лимит ежегодного дохода не должен превышать 2 миллионов 400 тысяч рублей, при этом аспект наличия иждивенцев самозанятого не учитывается. В итоге депутаты отправили в Минфин письмо с предложением увеличить лимит дохода, облагаемого льготным налогом на 400 тысяч рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка. Гиды, курьеры и аниматоры наиболее привлекательны с точки зрения оплаты труда вакансии для новосибирских студентов, поскольку, как следует из исследований аналитиков Авито-работа, там больше всего платят. Медианная зарплата для обучающихся вузов 30 тысяч рублей, а максимальная доходит до 45. Больше могут зарабатывать только студенты столичных вузов. Кстати, именно в Москве самый большой спрос на молодежь. На втором месте Санкт-Петербург. Северная столица, к слову, опережает по уровню оплаты труда даже Москву. Если заработка не хватает для реализации поставленных целей, то россияне обращаются к кредитам. Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, пойдут ли наши соотечественники в банки ради того, чтобы съездить в отпуск. Оказалось, что только 15% респондентов выразили готовность взять кредит для реализации своих отпускных планов. Треть из них готовы залезть в долг на сумму до 50 тысяч рублей. Еще треть готовы взять в кредит в два раза больше суммы. Каждый десятый рассматривает кредит на сумму 150 тысяч. Чем больше суммы, тем меньше желающих обращаться за ней в банк. Добавлю, в исследовании приняли участие больше 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России старше 18 лет. Длительная искусственная заморозка цен на основные продукты приведет к их дефициту, считает Владимир Жириновский. По мнению лидера ЛДПР, вместо государственного регулирования стоимости хлеба, сахара и круп нужно открывать магазины для малоимущих. Цитирую. «Вот мы, скажем, заморозили цены на дешевые лекарства, влокордин, аспирин и так далее. Так производители перестали их производить. Что мы сделали? Мы вообще лишили лекарств наших малоимущих. Лишим и продуктов таким образом. По всей стране открыть магазины для бедных. Там всегда будут стабильные цены. Хватит уничтожать продукты миллионами тонн. Давайте отдадим их бесплатно малоимущим. Почему нельзя это сделать? При советской власти закупали новую мебель, а старую вывозили в лес, рубили топором. Вот что сделали большевики. Можно было старый телевизор сдать за 30 рублей и взять новый за 150 рублей. А старые надо было отдавать в детские дома, где никаких не было. Но нет, разбивали. Это что за экономика? И сейчас то же самое происходит, резюмировал лидер ЛДПР. На этом у меня все новости. С вами была Ксения Петренко. Увидимся на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok